Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Немного поскучали за мной? Я вернулась уже в колею. Сегодня мы будем делать потрясающие нежные ногти с втиркой, которые очень просто выполняются. А также будет обзор гель-лаков Beautyfree. Они очень бюджетные и плюс на них также еще будет акция. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Мы снимаем старое покрытие до базы и немного уберем длину свободного края. Продолжение следует... От слоек в покрытие нет, поэтому трудностей со снятием не возникло. Как вы видите, после снятия гель-лака фрезой база остается. Ногти очень аккуратно выглядят, не пропилены и все с ними хорошо. Дальше я придаю форму овал пилочкой и слегка прохожусь ею жею сверху, чтобы загладить неровности от фрезы. И следующее покрытие базы легло лучше и проще. Мы подвигаем кутикулу пушером и алмазной насадкой пламя убираем птеригий. Несмотря что насечка у нее красная, поднимает птеригий и соответственно счищает его, она хорошо. Со стороны даже это как-то агрессивно выглядит. Если заметили, то эта насадка у меня с острым кончиком, а в последних видео я нахваливала фрезу с безопасным краем, более скругленным. И мое мнение не изменилось, с тупым кончиком я бы справилась быстрее с этой работой. Но в этой фрезе мне нравится ее толстенькое пузико и бочком можно дополнительно прорабатывать кожу. Я оставлю ссылки и на эту фрезу и на фрезу с безопасным кончиком. Заглядывайте в описании под видео, там будет много информации. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Срез кутикулы я делаю твизерами. Мне главное в режущем инструменте длина полотна и хорошая заточка. Ко всему остальному можно быстро привыкнуть. Убираю пыль заодно и обезжирила ногтевую пластину и дальше наношу любой бескислотный праймер. И можно теперь уже поговорить о гель-лаках. Мало того, что гель-лаки Beauty Free бюджетные, они выпускаются в объемах 8 и 4 мл. И вот например флакон 8 мл стоит 249 рублей в магазине имкосметик, а 4 149 рублей. Это удобно и экономно, особенно если вы сам себе мастер. Эти флаконы быстро не заканчиваются, а палитру можно позволить себе широкую. Так вот, помимо и так приятной цены имкосметик устраивает акцию 2 плюс 1, включая базы и топы с этой фирмой. Базу я попробую прямо сейчас, а на средней консистенции легкое выравнивание ею делается просто и быстро. Легкое оно у нас потому, что большая часть базы осталась на ногте с прошлого раза и нужно немного доравнять отросшую часть. Поэтому толстый слой будет неуместен. И поэтому я называю это легкое выравнивание. В плане не такое массивное, как бы было бы при первичном покрытии. Цвета буду использовать бежевый и белый. Для каждого нужно по два слоя, хотя беж после тонкой кисти разровнялся и не полосит. А вот белый не очень плотный. Даже не знаю, стоит ли на это обращать внимание и сделать снисхождение, так как цена низкая. Или это уже не является приоритетом, так как бюджетных марок становится все больше. Но в два слоя оба цвета справляются с плотностью и не полосят. Втирка довольно нежная и я побоялась оставить цвета в один слой. Проплешины виднелись бы и это испортило бы весь вид. Для зеркальной втирки нужен топ без липкого слоя. Можно взять любой. У меня это топ от Уно Суперблеск. И сушу его в лампе 48 ватт 40 секунд. На просушенный финиш втираю спонжем втирку на Элтес. Подписана она на пакетике была как стекло, но она больше похожа на единорожку. Переливается она всеми цветами. Иногда спонж оставляет проплешины, тогда лучше нанести на эти места втирку пальцем. Но со спонжем выходит меньше расход. Большое количество лишних частичек нужно смахнуть кистью перед топом. Я закрепляю втирку тем же финишем от Уно двумя слоями, предварительно пройдясь бафом по торцам. И вторым слоем запечатываю для прочности, потому что финиш по втирке может откатываться от краев и тем самым может не запечатываться. И все буквально на следующий день может слезть пленочкой. На белой подложке сверху по топу я рисую черной гель пастой TNL. У меня она безмерная, она просто не заканчивается сколько я ее рисую уже. И этой пастой рисую закрученные линии. Можно нарисовать веточку или вензеля, или просто обычные полосочки, что лучше у вас выходит. И это будет смотреться очень красиво. После просушки пастой я ее ничем не буду перекрывать, она без липкого слоя и не требует перекрытия, при этом отлично носится. После работы с втиркой блестит обычно все, но это решается просто помыв руки. Это наши нежные накатки, которые потрясающе переливаются на солнышке и привлекают внимание. Ну как их можно не захотеть выполнить себе? Я прям еле сдерживаюсь. Если это видео было полезным, интересным, ставьте за него пальчик вверх, мне очень приятно. А я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok